Добрый день. Добрый день, уважаемые телезрители и предприниматели. Сергей Владимирович, сегодня мы поговорим конкретно о той поддержке, которую ваша организация может оказать предпринимателям. Ранее мы обсуждали конкретные проекты, разработанные вашими экспертами, а сегодня о той поддержке, я думаю, это долгожданная, наверное, беседа будет. Ранее у фонда не было таких полномочий, как предоставление гарантий микрофинансовых, да, в частности. Вот расскажите, в связи с чем возникла такая необходимость? Смотрите, эта необходимость возникла в плане того, что в настоящий момент бизнесменам нужны дешевые ресурсы. Данные фонды уже были созданы в других регионах, и они пользуются большим успехом. В нашем регионе фонд создали в 2015 году, и не то, что не было полномочий, то есть план был поставлен такой, в 2015 году занимаемся бизнес-проектами, на 2016 год уже выходим мы с проектом микрофинансирования и гарантирования. Вот, потому что в 2016 год это будет именно поддержка предпринимателей дешевыми ресурсами. Ну и давайте теперь конкретно поговорим о тех самых дешевых ресурсах. Что это будет, как схема эта будет работать, и, в общем-то, что от предпринимателей будет требоваться прежде всего? Смотрите, прежде всего это два направления – гарантирование и микрофинансирование. Если в частности рассказать про каждый, микрофинансирование – это такой маленький займ для начинающих предпринимателей и для действующих предпринимателей. Человек подает заявку в фонд микрофинансирования. Основная цель фонда – это рассмотреть в кратчайшие сроки данную заявку, потому что практика показывает предпринимателям нужные деньги вчера. Это основная проблема, основная задача. Поэтому сроки смотрения кратчайший – 10-15 дней, не больше. А второе – что такое дешевые ресурсы? Фонд существует за счет федеральных и региональных денег. Соответственно, это не деньги вкладчиков, это не деньги Центробанка и так далее. И у фонда есть возможность выдавать займы процентной ставкой от 5 до 10% годовых. Сейчас рассматриваем вопрос – может быть, ставочка немножко будет 5,5. Сейчас еще в процессе работы, но, тем не менее, не больше 10% годовых. В то время, когда банки сейчас предлагают намного большую ставку, потому что они так ликтуют условия жизни. Вот. То есть во второе – немного более лояльный подход к рассмотрению бизнеса. Потому что банки, они зажаты в определенной рамке, это они также Центробанком зажаты. У нас есть возможность лояльнее отнеслись именно к предпринимательству, также к незначительным ООО, которые еще не достигли крупного рынка. Это что касается микрофинансирования. Что касается гарантирования и предоставления поручительств, это заемщик идет в банк на получение кредита. Но ввиду того, что у заемщика не хватает либо залога, либо залогодатель, который не может обеспечить залогом, фонд готов стать гарантом для банка и поручителем за заемщика. То есть предоставить свое поручительство вместо залога. Тем самым у заемщика появляется возможность все-таки взять свой кредит, а банк застрахован, грубо говоря, государственными деньгами. То, что никогда не останется без, в случае выхода на просрочка заемщика, никогда не останется без обеспечения. А какие риски на себя берет фонд, если он гарантирует за какого-то предпринимателя, банку, то, что вот это... Я бы сказал, это, наверное, не риски, это есть в этом плане поддержка. Да, риск, конечно, есть. Но без рисков нет бизнеса. И мы не можем подходить, как говорят, знаете, лучший кредит – это не выданный кредит. Так нельзя. Вот. Поэтому риски есть. Для этого делается оценка финансового состояния банком, смотрится на заемщика, после чего предоставляется это финансовое заключение и пакет документов к нам в фонд. Наши сотрудники также делают анализ этого заемщика и смотрят. То есть, грубо говоря, две ступени прохождения службы, так сказать. Вот. После чего, как бы, риски минимизируются. Вот. Сразу хочу сказать, ну, также уважаемым телезрителям, что фонд не создан, просто раздавать деньги. Нет. Идет этот бюджетный день, за них особенный контроль. Именно назначена цель поддержать, а не просто раздать деньги. Поэтому контроль жесткий, оценка, так сказать, жесткая, но лояльная. То есть, надо понимать, как бы. Вот. И выдаются деньги. Поэтому риски пытаемся минимизировать. Но риски, конечно же, есть всегда. Вот. Если продолжая тему отношений с банком, да, сейчас все знаем, что достаточно сложные экономические времена, и многие предприниматели просто-напросто либо потеряли свой бизнес, либо остались должны банком, имеют плохие кредитные истории. Это говорит о том, что у них больше нет шансов, в общем-то, второго шанса реализовать свой проект, благодаря вот таким гарантиям. Я думаю, что нет. Это не говорит о том, что нет шансов. Шанс есть у каждого и у всех. Вот. Но, естественно, сейчас в России сложные времена, это конец 2014 года. Но я думаю, наверное, создание фонда именно в этот период, это есть большой плюс. Почему? Потому что если брать 2013 год, 2014 год, люди активно кредитовались в банках. Ставки были доступны, финансовая среда была доступна. Сейчас жёстче стало всё это дело. Вот. Поэтому именно создание фонда в 2015 году, это есть именно тот шанс, который может воспользоваться предприниматель, взять небольшую сумму, потому что сумма до миллиона рублей. Это у вас, как микрофинансовая организация. Да. А именно гарантия перед банком. Гарантия перед банком, он может брать любую сумму в банке. Вот. Мы предоставляем поручительство до 70% от суммы займа. Но в настоящий момент мы предоставляем гарантию не больше 2 миллионов рублей на одного заёмщика. Вот. А там это может ставить и 10%, соответственно, может взять 20 миллионов. Это может ставить и все 70%, это, соответственно, там около 3 миллионов рублей займ. То есть тут уже право заёмщика выбирать сумму. Вот. По микрофинансированию пока миллион. Но также хочу отметить, что сейчас вносится в федеральное законодательство изменения, и возможно будет сумма увеличена до 3 миллионов рублей. То есть тоже такая, как бы, помощь. Бюджет 2016 года Нейнского округа, он уже рассматривается, он скоро будет принят в окончательном чтении. Какие суммы заложены на микрофинансовую поддержку предпринимателей? Смотрите, в настоящее время заложено на гарантирование 20 миллионов рублей. Но по определенным формулам расчёта мы сможем выдать поручительность на сумму порядка 35 миллионов рублей. То есть это то, что может взять на себя обязательства фонд. Вот. По микрофинансированию заложено в настоящий момент 6 миллионов рублей, но мы будем, конечно же, пытаться увеличивать данную сумму, чтобы взять больший сектор предпринимательства. Ну а федеральные средства вы говорили? Федеральные средства мы... Сейчас мы показываем результат на региональных, и задача номер два – выходить на федерацию и дополнительно привлекать ресурсы именно федеральных средств в регион. Мы очень часто говорим в этой студии в рамках программы «Идеи на миллион» о приоритетных проектах, которые, в общем-то, нужны Немецкому округу, которые готовы поддерживать и всячески помогать. Вот касаемо финансирования, здесь тоже будет какая-то градация? Да, градация будет. Эта градация регламентирована процентными ставками. То есть для приоритетных направлений ставка будет ниже, для неприоритетных... Не то, что неприоритетных, в любом случае... Да, вот как определить? Не то, что как определить. У нас в регионе всё приоритетное, то, что приносит результат, то же самое головы, бюджет, рабочие места, оно всё приоритетное. Но есть законодательство, так сказать, сегментация – это производство, сельское хозяйство, их больше, как сказать, не то, что в приоритет подняли выше. Торговля считается тоже, ну, как бы, результат, но она немножко на другой ступени. И вот торговля будет под 10% годовых, а сельское хозяйство, производство – это вот как раз-таки вилка от 5 до 10, там, в зависимости от программы. А сроки предоставления кредитов? Значит, смотрите, опять же, раньше было год, буквально в 2015 году внесли изменения и стали 3 года. То есть сейчас срок предоставления микрозайма – это 3 года, срок предоставления поручительства, это срок займа в банке. То есть там уже диктуют условия банка. Вот у нас очень достаточно льготные налоговые условия для предпринимателей в Ненинском округе. Законодатели едва ли не на каждой сессии принимают какие-то послабления в налоговое законодательство. Влечёт это рост числа предпринимателей, которые желают заняться бизнесом в Ненинском округе и наверняка желающих воспользоваться теми услугами, которые вы будете предоставлять 2016 года. Я думаю, конечно, влечёт. В любом случае, любое улучшение и любое послабление на финансовую нагрузку предпринимателя влечёт за собой рост. То есть это, конечно, результат хороший. Ну просто хватит ли тех денег, которые заложены на обязательства перед предпринимателями? Ну я думаю, надо что-то начать. Сказать до настоящего момента вот этого точно хватит, либо это точно не хватит, это невозможно. То есть надо начать и дальше выходить с дополнительным финансированием. Поэтому... А с какими банками будете сотрудничать? Ну у нас в регионе три банка, поэтому наша задача, первая это Сбербанк, Московский индустриальный банк, и сейчас ведётся работа с банком открытия о сотрудничестве. Не потому что мы хотим или не хотим, у них есть сегментация малый и средний бизнес. И вот мы проводили переговоры с руководителем банка о начале той работы, чтобы мы тоже зашли к ним в банк с нашими гарантиями. Я думаю, это... Возможно. Конечно. Ну вот, кстати говоря, чтобы взять кредит в банке на развитие своего бизнеса, либо открытие, либо поддержку, в общем-то, достаточно большой пакет документов нужно предоставить, доказать то, что ты с платёжеспособен. Здесь как-то механизм будет изменён? Да. Я же вот вначале сказал, что у нас немножко лояльнее. Это, опять же, сроки рассмотрения, это основное, и это минимальный пакет документов, возможный нам оценить бизнес и возможность оценить платежеспособность клиента. Если досконально, это те документы, которые всегда есть у заёмщика. Это связи с его регистрацией ОНН, это связи с его регистрацией ОГРН, если это ООО, это устав, то есть это то, что имеется. Это декларации сданные в налоговую, и его финансовая отчётность. Это либо выгрузка с его программки, та же самая 1С, либо это книга учёта доходов-расходов. То есть любой документ, любая бумага, подтверждающая его платежеспособность и наша возможность оценить его финансовое состояние. Опять же повторюсь, нас не регламентирует Центробанк, мы сами разрабатываем методику, то есть и мы пытаемся отойти немножко от жёстких условий банка, а вернее не потому, что банк такой, потому что им диктует условия Центробанка, Россия, да, высшестоящие органы. Вот, мы пытаемся, но это не значит, что у нас будет получать на ура, а вот в банке сложно. Нет, то же самое, у нас также будет подход оценки, будет комиссия создана по выдаче микрозаймов, но пакет документов значительно меньше. Весь пакет документов будет вывешен на сайт фонда, который может человек ознакомиться, задать любые вопросы. Фонд готов помочь в заполнении этих документов, ну, именно анкету, заявку на получение займа и работать с клиентом от начала до погашения кредита. То есть это будет и мониторинг в дальнейшем, это будет консультационная поддержка в плане того, как отчитываться перед фондом, как сдавать декларации, допустим, новые, как заполнять. То есть вся финансовая поддержка тоже остаётся за фондом. То есть от начала до конца. Мой любимый вопрос, потому что предприниматель всегда тоже думает об этом, ну, а вдруг взял он кредит и дело у него по каким-то причинам не пошло, что он должен, какие у него обязательства перед вашей организацией? Ну, смотрите, да, это, конечно, самая-самая ужасная ситуация, которой бы мы не хотели бы не касаться. Но тем не менее. Да, тем не менее это есть. Любой предприниматель, предоставляя займ, даёт залог. Конечно же, изначально мы подключаемся в плане лечения бизнеса. То есть мы должны понять, почему у него не идёт. Может быть, необходимо подключить других предпринимателей, поставщиков, либо каких-то покупателей, если он начинается. То есть первое наше дело – это спасти бизнес. Если совсем всё печально, всё это, то, конечно же, тут уже вступает залог, поручители и так далее. То есть по возврату денежных средств. Придётся распрощаться с имуществом? Ну, наверное, да. Но, опять же, это такая крайняя мера, которой бы мы не хотели ни в коем случае подходить, потому что это, ну как, это предприниматель вводит в тупик. А будет ли вот та сумма, которая давать предварительно, да, это 6 миллионов, разделена на год? Либо вот в начале года вы выдали всю сумму, и потом мы ждём каких-то дополнительных вливаний. Нет, смотрите, изначально не будет так разбито, что на год. Ну, например, первый квартал там. Нет, нет, нет. Будет входящий поток, с входящим потоком будем работать. Я не думаю, что всем нужно будет по миллиону. Сумма займа от 100 тысяч до миллиона. Соответственно, это значит, что 6 миллионов вот 6 человекам выдали и всё. Сразу, да? Да, нет. Кому-то нужно 100, кому-то нужно 200. Кому-то нужен миллион, но мы видим, что по финансам он не тянет, допустим, на миллион, и мы предложим ему взять 500 тысяч в настоящий момент. Количество займов не ограничено. Человек пускай запустится, а потом через 2-3 месяца он придёт ещё за 500 тысячами. Это не исключено. Поэтому, сказать, что мы всё выдадим в первый месяц, нет. Я думаю, этого не будет. И если даже пройдёт первый, второй квартал и деньги закончатся, я думаю, мы будем выходить, мы покажем результат, что это востребовано, и мы будем выходить с дополнительным финансированием. Я теперь хочу вернуться к взаимоотношениям вашей организации и банков, которые будут сотрудничать в рамках этой программы. Всё-таки риски существуют, да, мало ли опять предприниматель у нас прогорит. Что тогда будете делать вы в отношении банка или банк в отношении вашей организации? Ну, смотрите, если у банка предприниматель прогорит, грубо говоря, да, банк проводит все мероприятия по возврату займа, вот, но в той пропорции то, что заёмщик внёс ответственность перед банком. Допустим, это 30%. Остальные 70% фонд гарантирования полностью закрывает перед банком. То есть мы выступаем поручителями, соответственно, мы обязаны по закону обеспечить возврат займа. То есть мы перечисляем с нашего расчётного счёта на счёт банка в счёт погашения заёмщика. Всё, вот это наша цель. Думаю, что тоже интересна будет информация для предпринимателей, вот те, кто участвует в конкурсе грантов на развитие бизнеса, они все прекрасно знают, что один раз можно получить такой грант на развитие своего бизнеса. Касаемо кредитов. Значит, смотрите, сумма ограничена в настоящий момент миллионом рублей, количеством кредитов сумма не ограничена. То есть человек, это очень применимо в торговле. Человек может взять, опять же, допустим, миллион, он гасит его в течение 5 месяцев, остался до 500 тысяч. А ему надо опять пополнять товар. Он смело к нам может заходить, брать ещё 500 тысяч и гасить, получается, два кредита. Те оставшиеся 500 тысяч и новые 500 тысяч. И количество так может доходить. Других регионов доходят до 7-8 кредитов на одного заёмщика. Нет, почему? А, вообще в целом. Да, этот закрыл, то есть через полгода он закрыл один кредит, через полгода он взял второй кредит. Прошло ещё полгода, первый закрылся, а этот ещё платится. И вот так вот как бы крутится. Но это потом для производственников. Взял кредит на пополнение оборотных средств, на приобретение какого-либо станка, но ему нужно закупать сырьё. Он смело может прийти там через время. Самая главная задача на момент выдачи кредита не превышать миллион рублей. Всё это вот. Основное то, чтобы не было перелимита на одного заёмщика. А процент, когда устанавливался, из каких параметров складывался цифр? Вы знаете, параметры одни диктуют Минэкономразвитие. Значит, ставка должна быть не больше ключевой ставки и не меньше 2 трети ставки рефинансирования. Поэтому вот в этой вилке раскидали, опять же, на приоритетные виды и менее, так скажем, приоритетные. Вот в плане этого. Работая над этой программой, составляя, понятно, что это всё новое, новый механизм для нашего региона, на опыт каких субъектов вы опирались? Потому что вы ранее сказали, что уже у многих работают такие фонды. Начнути, если вернуться немножко в историю, данные фонды существуют с 2000 года. И их открывали, предназначалось их открытие временное, то есть в 2000-х годах, чтобы немножко поддержать малый и средний бизнес, и потом эти фонды убрать с рынка, так скажем. Но они настолько стали востребованы, то есть их план был пятилетний, то есть на 5 лет открыть и в 2005 году с ними распрощаться. Но они настолько стали востребованы и полезны, что вот уже 15 лет они существуют. И причём они существуют не то, что в каждом регионе, а в каждом регионе их доходит до 8 штук. То есть один региональный и, допустим, 5-6 муниципальных. Ориентировались мы, в принципе, все работают по одному законодательству. Поэтому, кстати, ориентировались изначально на законодательство Российской Федерации и обмен опытом. Это вот Архангельские рядом фонды. Только там они отдельно гарантированы, отдельно микрофинансирование, причём два микрофинансирования. Вот. Также мы проводили встречи в Самаре, Краснодаре, с Ростовом общались, там тоже фонд с 2006 года существует. Ну, то есть мы встречались с фондами, которые уже на рынке более 5 лет. Которые хорошо уже сейчас рекомендовали. Да, которые имеются опыт, у которых есть уже какой-то портфель заёмщиков, которые показали практику, как хорошо, как плохо, и пытались всё хорошее взять, всё плохое не применять. А что из негативного ушло? Так хотя бы парочку, к примеру. Из негативного ушло, наверное, даже так тяжело, наверное, сказать сейчас на вскидку, наверное, какие-то более жёсткие рамки, которые очень тяжело внедрить в регионе. То есть попытались уйти от жёсткого, что мешает кредитованию либо гарантированию. Вот, наверное, больше от жёстких рамок мы пытались уходить. Вот информация, которую вы сейчас сказали, да, о том, что вот во многих субъектах уже давным-давно существуют такие фонды, а наши предприниматели, у которых бизнес зарегистрирован на территории Ненецкого округа, они могут получить заём? Нет. Да, эти регионы созданы именно для регионов. То есть предприниматели, зарегистрированные в Архангельской области, берут кредит займы, гарантии в архангельских фондах. Предприниматели Ненецкого округа берут в Ненецком округе. В принципе, такие фонды уже есть в каждом регионе. Наверное, 95% заполнено данными фондами. Посмотрите, понятно, что когда есть возможность получить где-то на льготных условиях кредит, финансовую поддержку, люди очень часто используют эту возможность. Например, бизнес зарегистрирован, вы сказали, в Архангельске. В Архангельске, но работает он здесь. Он может получить поддержку такую финансовую? Нет, он будет получать в Архангельске. В Архангельске. То есть весь бизнес должен быть зарегистрирован на территории Ненецкого округа. И даже несмотря на то, что... И ведение бизнеса. И ведение бизнеса здесь. И несмотря на то, что отмечается всё-таки рост у нас числа предпринимателей, опять же, да, вот по этим налоговым всяческим льготам. Есть какой-то критерий, сколько предприниматель должен быть на рынке, чтобы получить этот кредит? Да, конечно. На самом деле, критерий основной, то есть, чтобы получить именно микрозайм, он должен быть зарегистрирован не менее полугода, 6 месяцев. Причем не просто зарегистрированный, а вести какую-то деятельность. То есть, чтобы мы могли оценить его финансовое состояние и понять, может он оплатить определенную сумму в месяц или не может. Ну, либо не в месяц, какой-то индивидуальный график будет, может, сезонный какой-то бизнес. То есть, оценить его возможность. Для начинающих предпринимателей срок должен быть не менее 3 месяцев. И там мы больше будем отталкиваться от его проекта, бизнес-идеи, бизнес-плана. Потому что его оценить фактическую деятельность еще невозможно, он еще толком-то деятельность не начал. Поэтому будем отталкиваться от его перспектив и его возможных финансовых показателей. Вот такой вопрос. И, тем не менее, каждый предприниматель, начиная свое какое-то дело, да, он всегда рассчитывает конкретную выгоду, конкретную сумму, которую он получит. Вот данные кредиты, они, на ваш взгляд, простимулируют рынок, вот числа предпринимателей, которые будут заниматься, например, сельским хозяйством, и они заведут себе 10 коров и будут получать от этого больше выгоды, нежели сейчас. Либо кто-то откроет там 5 магазинов и будет у нас продавать различную продукцию и опять с этого иметь выгоду. Либо предприниматели все равно будут осторожничать. Я думаю, это зависит, наверное, от предпринимателя, вот, в первую очередь. Осторожничать надо всегда, это лично мое мнение, потому что это бизнес, это риск получения займа, это тоже определенный риск, у тебя появляется ответственность. Если без займа ты закрыл бизнес и все, а тут на тебе лежит ответственность. Поэтому осторожничать, даже не осторожничать, а грамотно и идеально все продумывать для бизнеса и для получения займа ложится в первую очередь на заемщика, то есть это его основная цель понять. Наша задача, его не то, что загрузить кредитом, и неважно, как он с ним будет справляться, да, это не наша задача. Наша задача ему помочь грамотно рассмотреть его бизнес и подсказать, потому что зачастую по практике других регионов, ведь просто люди, вот, хочу и все. Вот, тоже такой подход нельзя, вот, просто хочу. То есть наша задача помочь, рассказать, внедрить, объяснить, как лучше, чтобы, опять же, вернусь к тому, чтобы не грузиться сразу большой суммой, а она не востребована в настоящий момент твоего бизнеса, а взять этапами и процент платить с меньшей суммы, на тебя это будет меньше нагрузка. Понадобилось еще? Еще взял. Вот тем самым мы будем пытаться предпринимателя разгрузить максимально от каких-либо финансовых дополнительных нагрузок. Вот эта информация, она очень полезна, потому что, конечно, когда люди слышат, что можно на льготных условиях взять кредит, да я хочу все и сразу, максимализм включается, очередь уже выстраивается. Вы знаете, прям сказать, что под дверью стоит ряд предпринимателей, такого нету, вот, но звонки поступают, приходят, консультируемся, мы всем объясняем, что это все начнется с 16-го года, поэтому поток есть, но, говорят, там, двери не не сносит. Ну, понятно, что финансовый год он начнется не сразу после новогодних праздников или с определенное время, то есть нужно объяснить предпринимателям, что не надо потом будет вот ожидать того, что сразу после новогодних праздников и инварию. Нет, 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 да, абсолютно не надо, вот, то есть работаем в спокойном режиме, в любом случае есть сайт фонда, там есть контактные телефоны, всегда предприниматели могут позвонить к нам в фонд и рассказать хотя бы, что они хотят, какую сумму, и мы уже будем примерно понимать, ну, на что нам ориентироваться, потому что, ну, приходят предприниматели и говорят, мы вот занимаемся тем-то, тем-то, нам нужна такая-то сумма, и мы же хоть примерно знаем входящий поток и входящий объем. Вот, поэтому я бы первое, что начал, это с телефонных переговоров. Ну, и теперь еще к банкам вернемся, в завершение, вся эта система с банками тоже работает у нас со следующего года, если предприниматель желает вас как гаранта получить, да, перед банком, то он должен тоже с следующего года обратиться сначала в банк. Да, конечно. А потом уже непосредственно. Нет, ну, смотрите, по банкам, по банкам он может обращаться и сейчас. А, уже, то есть может. Да, по банкам он может обращаться сейчас, потому что пока он соберет пакет документов, пока его банк рассмотрит. К моменту уже рассмотрения банком, я думаю, тут осталось-то полгода, вот, прорабатывает сразу вопрос и наш. То есть, чтобы мы уже проводили встречу с банком, потому что у нас сейчас в стадии переговоров заключения соглашения о сотрудничестве еще пока не заключено, потому что денег нет еще на 16-й год. То есть, мы уже работаем с банками в рамках сотрудничества. Поэтому предприниматель уже, в принципе, может прорабатывать вопрос, обговаривать с банком, обговаривать нам процент поручительства, чтобы мы тоже предварительную работу какую-то провели для ускорения и упрощения. Ну и в завершении нашей программы, эта программа у нас финальная в 2015 году, уже чуть не сказал, в 2016 году. Можете кратко охарактеризовать предпринимательский климат в регионе и дать какие-то пожелания нашим предпринимателям? Я думаю, любой климат, просто климат, климат предпринимательства, он везде хорош в любом регионе. Вот. Мне самое главное, я бы хотел пожелать предпринимателям, наверное, не бояться, вот, начинать свое дело в любом случае, чтобы еще хотел сказать, продумывать все до мелочей, причем очень до мелочей. Сейчас, на самом деле, тяжелое время, 15-й год тяжелый, неизвестно, как вы, будет 16-й год, но, наверное, тоже, возможно, сложный. Вот. Поэтому надо подходить ко всем рискам. Все, что непонятно, возможно, обращаться в наш консультационный центр, потому что ребята работают с бизнес-планами, с бизнес-идеями, видят, и, возможно, у них, как уже, более расширенный взгляд. Все-таки опыт, да? Да, более опыт на практике других предпринимателей, и готовые всегда помочь, рассказать, подсказать. Это касаемо начинающих. А касаемо действующих предпринимателей, я думаю, надо просто пробиваться вперед, что еще пожелаешь. Несмотря ни на что. Да, трудности они всегда были, наверное. Любой год по-своему труден в каком-то определенном периоде. Ну и потом ваша организация как раз-таки создана для того, чтобы помогать предпринимателям, минимизировать и поддержать их. Минимизировать риски, минимизировать затраты и минимизировать возможные потери какие-то. Что ж, я думаю, сегодняшняя программа дала оптимистичный настрой для наших предпринимателей в новом, наступающем 2016 году. Я вас благодарю за участие в программе. Приходите еще в новом году. Спасибо большое. Спасибо слушателям огромное. Всего доброго. Это была программа «Идеи на миллион». Увидимся.